Никто не забыт, ничто не забыто. Ох, как хорошо нам знакомы эти лозунги! В 1924 году в Ялте в обычной греческой семье Мускуди родился мальчик. Родители его назвали Костя, а может, как это было принято в греческих семьях, Коста или Костаки. Шли годы. Мало кто задумывался тогда, что этот не по возрасту смышленый шустрый мальчишка в свои неполные 17 лет станет бесстрашным партизаном, отважным и даже дерзким. Мы привыкли слушать захватывающие истории о героизме, подвигах, наградах, почестях. Но есть имена, о которых еще предстоит сказать и люди, отвага которых непростительно предана забвению. Энергичный, никогда не унывающий, а главное верящий в победу парнишка, несмотря на свой юный возраст, наравне со всеми выполнял любые задания и всегда в первых рядах. Может, поэтому Костя так быстро завоевал доверие своего командира Андрея Казанцева. Шел 1943 год, и вот особое задание – водрузить флаг на одном из самых высоких зданий Ялты. Что значит для оккупированного врагом города, жителей которого находились в полной изоляции от большой земли, увидеть утром развивающийся флаг над зданием электростанции? Костя и его боевые товарищи задачей справились. Мы не будем сегодня говорить о трудностях и проблемах, преодолевая которые ялтинским партизанам приходилось бороться с врагом. Так же, как и не будем касаться темы о неоспоримой роли героического Крыма в целом. Но как хочется надеяться, что в ряду с именами, начертанными уже в списках бесстрашных участников Великой Отечественной войны, появится и имя Кости Мускуди. Как и у многих наших соотечественников, послевоенная жизнь Кости Мускуди сложилась непросто. Остались без ответов вопросы, которые сегодня хотелось бы разрешить, и имя человека, для которого понятия долга и чести были непросто словами, все-таки вернуть из обвиня. Великой Отечественной войны